Добрый день, мои дорогие! Я, Елена Светлова, продолжаю выпуск о целебной чудодейственной сирене. И сегодня мы поговорим с вами стройность, красота, чистота кожных покровов, общее самочувствие. Это наши дорогие почки. Почки – это уникальный парный орган, который отвечает за чистоту и порядок внутренней среды нашего организма. Почки – это наше всё. Немножко смешно, потому что наше всё – это мы сами. Но всё же мы должны знать, как помочь себе, если есть некоторые осложнения, некоторые, ну, скажем так, видимые ощущения, что с почками что-то не так. Это не говорит о том, что вы пойдёте к специалисту, к медику, и медик вам подтвердит, что «О, да, на УЗИ есть изменённое состояние в почках», «О, да, анализ мочи имеет некие отклонения». Вполне возможно, вам скажут, что вы здоровы, но по самочувствию, по общему состоянию вы будете чувствовать определённый запах от мочи, определённый запах тела, определённую токсическую пигментацию в области подмышек. Самое главное – вы можете чувствовать гипергидроз. Это усиленное выделение потовыми железами жидкости. Это неплохо и нехорошо. Это лишь свидетельствует о том, что в организме есть некий беспорядок, и что организм, не выделяя почками, при каких-то возможных, невидимых вопросах с ними, мы не говорим о болезни, мы говорим о неких изменениях в общем обмене веществ. Так вот, при общих изменениях обмена веществ, которые связаны с перегруженностью почек, либо с общим нарушением динамики воспроизводства выведения токсинов из организма, какая-то химическая, биохимическая реакция даёт сбой, но организм всё время хочет всё наладить и привести к порядку. И поэтому организм начинает чрезмерно выделять токсические вещества через потовые железы. Мы не говорим, ещё раз повторюсь, это плохо или это хорошо. Это так есть, но разобраться в этом состоянии желательно. Поэтому способствовать может выделение активное и, скажем так, огромное выделение гормона кортизола, то есть это кортизоловый тип обмена веществ именно в кровь, поскольку вы можете нервничать активно, вы можете чувствовать некую истерику внутри себя, тревогу, переживание, может быть депрессивное тревожное расстройство, может быть просто невроз, это всё способствует выделению кортизола. И это действительно перенаправляет почки к тому, чтобы токсины, яды, поскольку кортизол, да, мы говорим о том, что он выделяется в цепи реакций организма, но если он чрезмерно выделяется, это уже относится к токсическому синдрому. И, собственно, мы знать должны, что кортизол в этом случае – это высокооктановый токсин, который, собственно, может воздействовать и на другие органы, и системы органов и тканей, в том числе и сердце, и тут учащенное сердцебиение и так далее. Так вот, нам поможет провести детокс почек и внутренние среды нашего межклеточного пространства, лимфатической системы, листья, цветы, почки и кора сирени. Листья сирени при пилонефрите, при хронических или острых воспалениях, заболеваниях мочеполовой системы, а также диагностировании неких структур накопителя, это оксалаты, оксалатный песок, это кальцинаты, кальцинатный песок, оксалатные камни в почках. С этим надо быть осторожным, если уже обнаружены камни. Собственно, настой-то может помочь, но, еще раз повторюсь, надо быть осторожным, чтобы не синициировать движение камней по мочевыводящим протокам. Поскольку они могут изранить мочевыделительную систему. Итак, листья сирени при пилонефрите. Возьмите 2 столовые ложки сухих измельченных листьев растения. Залейте 250 мл горячей воды. Доведите до кипения и оставьте для настаивания на 2-3 часа. Настаивание и естественное охлаждение, как мы с вами говорили в предыдущих роликах. Перед употреблением процедите через марлю и хорошо отожмите. Пейте 3 раза в день по 2 столовые ложки перед едой. Листья и растения эффективны при различных патологиях мочи половой системы. Но их эффективность, конечно же, будет усиленной при соблюдении диеты, при рациональном успокоении нервной системы, положительных эмоциях. И самое главное, все восстанавливается во время цельбоносного сна. Спите, гуляйте, отдыхайте и тренируйте свою нервную систему. Лечение кожных заболеваний. Также вы можете узнать, что сирень прекрасно справляется с различными видами заболеваний кожи. Интересно знать, что все знают про подорожник. Ах, есть рана, давайте-ка мы помоем лист подорожника свеженький, приложим к ране и все будет хорошо. Но мало кто знает о том, что сирень обладает куда более серьезным, антибактериальным и исцеляющим, регенерирующим действием. Это прекрасно. Вы берете лист сирени, промываете его, измельчаете и кладете на открытый парез или какую-то, ну, может быть, гноящуюся ранку. И вы увидите в течение 3-4 часов регенерацию, тоненькую затягивающуюся пленочку на этой ранке. Какое счастье сирень исцеляет? Сирень регенерирует. Мозоли! Как же прекрасно сирень справляется с мозолистой тканью! Ожоги! Как же прекрасно лист сирени справляется с ожогами! Примите это к сведению, мои дорогие. Итак, пятая часть. О чем же она? О наших чудесных почках, о наших, досаждающих нас, неврозах, которые образуются от нашей жизни, волнений, переживаний, тревог. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Мир, спокойствие, любовь. Чтобы все вы чувствовали благодать нашей чудесной природы и использовали ее во благо. Итак, в шестой части вы узнаете еще много интересного о целебной сирене. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»